Поправки к действующему бюджету региона, новшества развития программы особой экономической зоны, изменения антикоррупционного законодательства, новые меры поддержки детей-сирот и поправки в закон об административных нарушениях. Эти вопросы были в повестке заседания депутатов Магаданской областной думы. Корректировка бюджета – одна из главных тем обсуждения. В этих непростых службах достаточно условия, когда меняется очень многое, меняется очень быстро. Приходится также быстро и оперативно принимать решения, которые вырабатываем совместно, по обеспечению бюджетов и по обеспечению выполнения программ, принятых в Магаданской области. Общая сумма доходов областного бюджета составит почти 50,5 миллиардов рублей. Общая сумма расходов – около 60 миллиардов. На 2023 год бюджетное ассигнование на реализацию детского бюджета составит 12,8 миллиарда рублей. Публично-нормативные обязательства увеличены более чем на 5,5 миллионов рублей. Государственных программ Магаданской области на 2,5 миллиарда. Капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности на 2,5 миллиарда рублей. В том числе увеличены дотации на повышение оплаты труда в сумме 358,5 миллионов рублей. Субсидии на обновление материально-технической базы образовательных учреждений – 173,9 миллиарда рублей. Субсидии на строительство и реконструкцию питьевого водоснабжения в сумме 83,9 миллиарда рублей. Субсидии на создание школ креативных индустрий – 42 миллионов рублей. Субсидии на строительство дома-интерната для инвалидов в сумме 202,2 миллиона рублей. На строительство школы детского сада в поселке Талая в рамках комплексного развития территории 141,2 миллиона рублей. Накануне проект регионального бюджета изучала областная прокуратура. Тогда были сделаны соответствующие выводы. Законопроектом предлагается уменьшить расходы на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий. Предусмотренный объем финансирования не позволит в полном объеме возместить межтарифную разницу организациям жилищно-коммунального комплекса. До областных бюджетных учреждений доведены лимиты бюджетных обязательств в размере, покрывающем исключительно текущие расходы без учета переходящей кредиторской задолженности прошлых лет. Не отвечает реалистичности расчет расходов бюджета на мероприятия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Эти вопросы задал представителю регионального Минфина депутат Алексей Головань. То, что касается вопроса увеличения лимита для приобретения жилья детей-сиротам, будет рассмотрено в ближайшее время. То, что касается перераспределения средств субсидий ресурсоснабжающим организациям, этот вопрос также будет отрегулирован в ближайшее время. На данный момент уже перераспределены лимиты, просто материалы не вошли на сегодняшнее заседание Думы, туда перераспределены лимиты порядка 1 миллиарда рублей. Просто эти материалы не вошли в сегодняшнее заседание. При следующем уточнении вы эти изменения увидите. В свою очередь, тему прокомментировал и прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев. Прокуратура не является участником бюджетного процесса, при этом мы осуществляем отзывы. И в данном случае мы высказали свою позицию. Она может быть учтена вами, либо принята к сведению в дальнейшем. И если принятие соответствующего закона пройдет соответствующим соблюдением процедуры, установленной, то оснований для прокурорства реагирования не имеется. Как отметил после заседания председатель регионального ЗАГ парламента, замечания областной прокуратуры частично были приняты. Более того, прокуратура выступила в качестве автора закона проекта по жилищным сертификатам для детей-сирот, как дополнительной меры поддержки. Это выдача неких ценных бумаг, которые будут отовариваться в натуре приобретения жилья в дополнительных квадратных метрах. И за счет 33 квадратных метров на человека и суммы экономически обоснованной, и выплаты, она тоже достаточно весома, около 5 миллионов рублей. Доходят к 5 миллионам рублей. То, что касается вопроса, связанные с восполнением затрат ресурсоснабжающим организациям, они тоже решаются эти вопросы. Вот с «Магадан Энерго» эта проблема несколько посложнее. Она находится тоже в поле нашего внимания. И сегодня губернатор останавливался на этом вопросе. Мы работаем и с руководством ПАО «Магадан Энерго». Эта проблема, она тоже будет находить свое разрешение. Он добавил, что следующие объемы денежных средств, которые будут поступать в доход бюджета, в первоочередном порядке будут предусматриваться и на погашение разницы в тарифах, в том числе для основной энергетической компании региона «Магадан Энерго». Продолжение следует...